Сегодня я проведу один день в Карагодинской Академии МВД. А для тщательного, так сказать, погружения, вот даже форму, настоящую полевую надела с кепочкой. Надеюсь, за это административный штраф не пришьют. Эта программа проверена Верой Захарчук. Здравствуйте. Вольно. Верой Захарчук. Кто использует в штонт, в каких-то действиях преследуют какие-то цели, уже уголовно-аказуемые деяния. Но свою работу могу выполнить, да? Стена нашего учебного заведения, конечно. Уф, ну, вроде бы пронесло. Делегация проходит в полном составе. Здравствуйте. Вот тоже проверка, понимаете? Я проверяю. И, пожалуйста, с министерства все проверяют. Значит, тут сегодня все хорошо, ничего плохого не найдем, судя по всему. Ну, поищем. У вас тут какие-нибудь уроки антикоррупционные проводите, да? Можно без микрофона? Про коррупцию сразу доводим, обучаем. Само вот это зло, оно, видите, оно идет извне, понимаете? Вы как-то работаете, да, над этим делом? Да. И работают основательно. Здесь даже терминал честности есть. Есть ли даже неустановые взаимоотношения, коррупционного характера. Все-все можно будет сообщить, нажав на кнопку. Что, есть прецеденты, да? Нет, прецедентов нет, но если нажимаете на эту кнопку, и оттуда вам ответят. Ага, так. Оттуда вам ответят. Центр мониторинга перспектива, добрый день. Девушка, здравствуйте, это Карагандинская академия, проверка связи. Камера открылась, вижу вас с девушкой. Обращения были? Обращений не было. А в этом зале учат курсантов взятки не брать. Смотрите, у вас зал какой, будущее без взяток. Вы какой-то самый важный здесь преподаватель. Здесь это у нас зал, в котором работает школа добропорядочности. Что конкретно вы тут делаете? Час добропорядочности, час без коррупции, то есть мы курсантом. И 8 часов нормально, да? Нет, нет, здесь проводим занятия. Такое понятие, как, например, чистая сессия. То есть, чтобы наши курсанты, у них не возникало мысли предложить преподавателю что-то. И также и с преподавателями, чтобы преподаватели не возникало. Работает? Да. Как вас учат взятки не брать? Объясните мне, вот что конкретно вам говорят? У нас, как бы, особо и ничему не учат, кроме учебы. Действительно? Обманывали вы там, обманывали. Так, так, ну-ка, говори, говори. На втором курсе у нас был предмет, как основывая антикоррупционную деятельность. ИНТ или что-то, как не брать взятки? Что там за вопросы-то? Не брать взятки. Вам предложили взятку 500 миллионов, 200 тысяч, 1000 тенге. Что возьмете? Такие вопросы не бывают. А, а какие бывают? Ну, там идет сумма МРП. Сколько возьмешь, что, как бы, будешь сидеть больше или меньше. Сидеть будешь? Так точно. О, фу-фу-фу, не будешь сидеть. Наши курсанты идут не для того, чтобы взять взятки, а все-таки идут с чувством того, чтобы работать на благо Родины. В системе органов внутренних дел Караганинская академия единственный вуз, который обучает по программам бакалавриата. У нас выпускаются следователи и криминалисты. Есть в Академии и зал судебных заседаний. Здесь курсанты проводят самые настоящие процессы с судьями, подсудимыми, адвокатами и даже с присяжными. Предлагаемые обстоятельства, да, создаете реальную обстоятельство? Да, реальную обстоятельство, чтобы погружение было. Вот вам самая лучшая роль досталась, да? Председателя. И потом завтра вы можете стать потерпевшим, по сути, да? Все возможно. Да, да. То есть вы меняетесь ролями, чтобы знать, так сказать, изнутри всю систему, да? Да. Мы хотим на ошибках следствия, которые возникают в ходе судебного процесса, уже заранее знать, какие ошибки допускают следствия, чтобы в судебном процессе их не было. В Академии можно играть роль, главное, чтобы потом в жизни они роли не играли, да? Вот, вот, конечно. Спасибо большое, да. Вы правы. А вот еще одно новшество в учебном заведении – кабинет ораторского мастерства. Новенький совсем. Ремонт вот только заканчивают. Все это реализуют по дорожной карте модернизации внутренних дел, где одним из этапов является совершенствование коммуникативных навыков сотрудников внутренних дел. В общем, будете учить разговаривать? Учите разговаривать с населением, с людьми. А то у вас, кроме вот этого уважаемого, больше ничего не знают. Лучше вот это обращение искоренить вообще, потому что оно как ругательство слышится, вот честно. Это я вам вот передаю прямо вот эту вот боль народа сейчас. Обязательно. У вас вот там, где учат, как взятки не брать, кабинет большой, а как разговаривать, кабинет маленький. Ну, я думаю, это нам достаточно. Они отсюда не уезжают, правильно? Не уезжают, да. Их срок обучения одновременно зачисляется в стаж службы. Более того, весь срок обучения в нашей академии зачисляется в срок воинской службы. Значит, сейчас мы посмотрим, как люди там в казарме живут, в каких условиях, да? Здесь расположение женское, я так понимаю? Так точно, да, женское расположение. А главный вы? Я командир роты. Ну, покажете, как здесь. В одном кубрике по шесть человек. Имеется шкаф, спальные кровати, тумбы. Короче, мужчины создали условия для женщин, да? Создали условия. Государство создало условия. Государство? Государство вообще молодец. Девчонки, привет. О, здесь вкусно пахнет, сразу видно, девочки живут. Ну, как вам тут живется? Все отлично. Горячая, холодная вода, свет, теплоэнергетика. А чего у вас идти? Я что-то не поняла. Табуретки с дырочками. Это специально, чтобы поднимать вот так, таким образом. А-а-а! Вот век живи, век учись. Нормальные кровати-то у вас? Это фанера же. Фанера и матрас. Все кровати одинаковые. Ну, так скажем, по-армейски, по-армейски, да? Сразу вас приучают, как говорится, с молоду, да? В порядке дисциплине. Чтобы вы понимали, куда вы пошли работать, да? Так точно. Сами выбрали, вот так прямо сами взяли на это вот это все. Я очень рада, что поступила в эту академию, потому что для нас здесь созданы все условия. Ну, то есть, не как в других академиях. Вы здесь бесплатно учитесь? Так точно. Более того, им обеспечивается стипендия. В этом году 90 девушек было зачислено на первый курс. В последнее время наблюдается тенденция, что девушки все чаще выбирают профессию следователей-криминалистов. С чем связана такая тенденция? С поиском стабильности, наверное, потому что государство обеспечивает стабильный доход, стабильную пенсию, стабильные социальные защищенности сотрудников органов. Ну да, недавно вот президент Касымжумар Тукаев объявила о повышении зарплат сотрудникам МВД на целых 30%. Замуж хоть не выйдет? Нет, конечно. Нет. Карьера? А, карьера все-таки на первом месте. Замуж подождет. Наша академия приветствует как интеллектуально развитых, так и спортивно развитых курсантов и будущих специалистов. Это вам кто текст написали? Вам выдали такие хова? Никак нет. Все как есть. Вы выдали прям нашу академию самой академной в мире. Нет, все как есть, говорю. Ну и в принципе не обманули. Ведь говорят, хочешь оценить уровень заведения, сначала зайди в его уборную, что я и сделала. О, как у вас тут симпатично, смотрите. Два с этой стороны, два с той стороны. В каждом кубрике по одному туалету с душевой. Правда, дизайн немного подкачал. Вот таких туалетов уже не делают, а у нас все строят и строят. По уставу, как оказалось, не положено еще кое-чего. Девочки, я бы строила скандал, честно. Душевая, туалет, да? Ни одного зеркала нет. Вы же женщины. Я бы строила скандал. В ближайшее время будет. Зеркало будет? Обязательно. А штор тоже по уставу не положено? Положено. Тоже будет. В скором времени. Дальше по маршруту был тир. В каждом кабинете мне здесь лозунги нравятся. Оружие шуток не любит, ошибок не прощает. Слушайте, а вы куда метились-то? Мне кажется, если в голову, то это не самый лучший результат. Или тут главное в человека попасть? Нет, вот есть линия, белая линия, нужно попасть в нее. И к таким на мушку лучше не попадать. Из трех выстрелов все в цель. Еще и на время. По данному упражнению, эта оценка хорошо. Никто не обижает вас тут, да? Нет, конечно. Хотя, что я спрашиваю, то, как вы стреляете, какая разница, кто вас обижает. Да, вы сами за себя постоите. Ну, если что, постоять тут за них есть кому. Парни здесь учатся бравы. Я являюсь полицейским по династии. То есть моя родная сестра, мой отец, мой дед являлись сотрудниками органов внутренних дел. И выбора вам не оставили? Нет, знаете, честно говоря, чтобы доказать, так скажем, самому себе и показать в данный момент всему населению, не только нашей страны, но и всего мира, что полиция – это не какой-то, так скажем, просто карательный орган, а в первую очередь друг и помощник обычного гражданина, обычного человека. Как в советское время, да? Помните дядя, друг милиционер, дядя Степа? Ну да. Другом же был, да? Конечно. А сейчас этих дядей Степ не найдешь среди вас? Нет, почему? Просто люди нехорошо всматриваются. У нас вот аллея генералов. Мы находимся на самом священном месте для любого военного – это плац. Вот так вот по периметру фотографии генералов. Это выпускники этой академии. Всего их 66 человек. 66. Сейчас в данное время они замминистры, министры. Это наш первый министр Республики Казахстан, Владимир Георгиевич. Чтобы у ваших курсантов был стимул, к чему стремиться? Да, 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 да. Чтобы на них равняться. Это вот преемственность поколений. Мечта есть рядовой? Конечно, получить две лейтенантские звезды. Ну а дальше, конечно же, одну большую генеральскую. Желаю тебе этого. Молодец. Спасибо. Ну а в завершении моей экскурсии по академии мне показали релаксирующую стену, на которой я оставила автограф. Проверено. Академия хорошая. Поступать можно. Самое главное – их учат здесь, как взятки не брать. Это была программа «Проверено». До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...